Оборудуйте, ребята, срочно, вы уберитесь, сейчас вас начнут обстреливать. Ну, какая ерунда, кто начнет обстреливать, это фантазии какие-то, да? Что они получили? То есть люди реально не могли поверить. Бабушка, знаете, сцены, бабушка, значит, идет, уже обстреливают, там, Славянск, Николай, уже идет минометный обстрел, бабушка, значит, в перерывах между минометными обстрелами, выходит, грядочка пропала, говорит, бабушка, уходи отсюда, потому что сейчас здесь ничего не будет, сейчас все здесь расстреляют, убегай, прячься. Да нет, ну тут же уже не стреляют, здесь вот же сейчас, вот же сейчас я немножечко полью, тут я немножко пропалю, понимаете? Люди не могут психологически, сами перестроиться, что сейчас проведет что-то страшное. А когда потом они гряды закрыли, то там ни бабушки, ни огородов, ни домов, ничего не осталось. Я не знаю, вот наш молодежный совет только начинает работать, и пока еще фундамента у нас нет. Мы только думаем, чего начинать, и вот патриотическая составляющая, это, мне кажется, сегодня вот, как никогда, да, как никогда лучше она подошла, вот именно с этого. У нас есть спорт, у нас есть культура, но вот патриотизма, да, 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 чтобы было насторжено, я думаю, что вот это... И напомнить, что такое патриотизм, потому что, как сейчас произошло на Украине, патриотизм-то остался, только его... Перевернули. Да, перевернули, а результаты мы видим, и пока это все живое, показывают крайне важные эти вещи, да, к чему это приводит. Об этом необходимо, так как, к сожалению, по телевизору это не особо показывают, но внутри работу можно вести такой... Опять же, свод был создан в связи с этой проблематикой, потому что за год концепция выработалась, проблемы есть, и нужно непосредственно внутри... Больший приоритет на работу внутри России, потому что вот вроде как отдаленные края, а добралось-то уже везде вообще. Они находятся в состоянии войны, этих людей надо защищать, их нельзя бросать. А самое поганное, что если мы потеряем Новороссию, то в следующем этапе мы будем воевать здесь, в русской цивилизации. Это последний парпост. Не будет Новороссии, противник не остановится, он двинется дальше. То есть будем воевать уже на территории Российской Федерации. Они же откровенно говорят. Следующий, если как только возьмем Донбасс, пойдем Крым, дальше Крым. А Крым, Крым, да, Крым, Ростов-на-Дону, там все. Там рядом. Вы говорите, людей, которые политические решения принимают, не пользуются этих людей. Вот в чем поганная ситуация. И невозможно ничего больше сделать. То есть сидят люди, которые делят власть между собой, решают за людей, как им быть, а между тем люди все равно продолжают гибнуть. Вот это вот самое страшное. Как это всегда, в принципе, и было. Людям ведь важно, чтобы власть их уважала, чтобы власть их защищала, и власть их не обманывала. Вот какая власть нужна людям. Я был в Донецкой Народной Республике начальником политоотдела сополчения. Последняя моя долгая заместитель начальника главного стаба вооруженных сил ДНР. В данном периоде времени, нахожусь в городе Санкт-Петербурге, представляли здесь организацию, которая называется Содорганство ветеранов ополчения Донбасса, СВОД. Значит, мы работаем под гидой СВОДА с весны. Сейчас мы уже стали, недавно были в Москве, провели там такую всероссийскую армию, и превратились в межрегиональную организацию, потому что ополченцы принимали участие из разных городов. В общем, они сейчас разбросаны по всей России. Проблем очень много. О ополченцев люди возвращаются из зоны боевых действий, и там действительно много проблем, потому что есть раненые, неустроенность, значит, все без работы. Проблемы ветеранские известны еще с войны с Афганистаном, то есть с ними сталкивались тогда еще, потом, после Чеченской войны. В общем, мы сейчас пришли к тому, что здесь необходима организация ветеранского. С осени 2014 года я находился в городе Санкт-Петербурге, и здесь представлял северо-западное отделение движения Новороссия. Движение Новороссия тоже продолжает работать, его организовал Игорь Иванович Суков. И там ситуация какая. Значит, Стрелков заявляет, это наш министр обороны и командующий, он заявляет о том, что никакой политической составляющей в своем движении не видит, а хочет реально полноценных людей, которые находятся там, на Донбассе, в очень тяжелой ситуации. Фактически движение Новороссия – это гуманитарная организация. Основная цель – это поставка гуманитарной помощи, сбор и поставка. Проблем много, потому что известно там злоупотребление массы, Игорь Иванович пытается эти вопросы контролировать лично, поэтому он сосредоточен на работе гуманитарной. И мы вот такой круг задач, то есть с одной стороны – это гуманитарная помощь, с другой стороны – работа чисто ветеранская. И мы готовы сотрудничать с органами власти. Сотрудничаем мы уже и с афганцами, потому что наши проблемы для них очень хорошо ясны, они все это уже проходили. Мы надеемся, что эта работа будет развиваться со своей стороны. И в Санкт-Петербурге мы просто уже наработаем огромный опыт и по поставкам гуманитарной помощи, и по работе с ранеными, и по помощи беженцам. То есть мы передаем вот сейчас местным представителям все, что у нас наработано, объясняем, как надо работать, как эту работу ставим здесь, и надеемся, что здесь эта работа тоже у вас будет развиваться. Значит, есть такой, ну, подворье есть в Воронежской области, рядом с городом Воронежа, там священник-настоятель, и мы в подворье. Вот они выводят туда примерно по 60-70 детей на несколько месяцев из зоны боевых действий. Эти дети приезжают, но, конечно, страшно зажаться, и запуганные, то есть они все из-под бомбежек. Вот там они оттаивают как-то, там начинают с ними играть, начинают как-то вот опять реабилитировать в мирной жизни. Вот мы этот приют уже в течение нескольких месяцев взяли на дневшество, и думаю, что скоро туда тоже поедем, значит, возим туда продукты, возим туда детскую обежду, возим туда игрушки, спортивный инвентарь. То есть это вот наша организация, она взяла под крыло еще вот этих вот детей. Сейчас одна группа уехала обратно на Донбасс, потому что их вывозят не навсегда, их вывозят на несколько месяцев, и буквально на днях сейчас заводят новую группу, опять-таки несколько десятков детей из зоны наимных действий. Все, что от нас зависит, я готов и подключаться, и заниматься. К сожалению, у нас возможности ограничены в этом. Нужна какая-то наша помощь, Иван Николаевич, и вы можете обращаться. Я говорю, мы всегда будем рассматривать и все, что у нас зависит, и мы видим, что мы будем делать, конечно, помогать. Вот мы понимаем, что там война на самом деле, война, и я просто слушал, буквально, по-моему, позавчера стройку поступал, на пресс-конференции, тоже говорил, вопросов поднимал по этому вопросу и по коммунитальной помощи, и по другим вопросам. Говорить о том, что у нас там перемирия, которые нарушаются, вы знаете, да, постоянно, то есть я это еще по прошлому году помню. Формально называется перемирие, оно вроде бы объявлено, на самом деле на передовой стрельба идет каждый день. Ожесточенное перемирие. Ну, оно такое, да, не то чтобы ожесточенное, но обстрелы, так сказать, они постоянно. они просто проводились. То есть это нормальная ситуация, то есть никакие... Украинская страна никогда не выполняла свои договоренности. То есть реально понятно, что Порошенко не руководит даже своими подразделениями, потому что они что хотят, то и делают. Несмотря на то, что там в Киеве говорят, что у нас перемирие, то есть местные командиры поступают так, как хотят, и обстрелы ведутся постоянно. Даже сами жители Украины скажут такие коммунные вещи, вчера в Киеве сказали, честно сказать, ну, вот по поводу того, что произошло на данном мере, да, это сконноцированные акции, это специально сделается, когда это вроде как об этом не говорили, то что обременно батальоны, националистические делают. Ну, население до сих пор вспоминает лето прошлого года, когда там был Терюков Игорь Иванович, да, то есть фигура, которая тогда на тот момент действительно могла бы объединить и ЛНР, и ДНР, и которые доверяли как ополченцы, так и все местные жители безраздельно. То есть такой лидер был. К сожалению, после того, как он оттуда вышел, то есть не по своей воле, конечно, да, в общем, ситуация, она вот такая тупиковая продолжается с того же времени. Ну, по опыту своему могу сказать, что еще даже, особенно в самом начале войны, да, вооруженные силы Украины так и непопытно вступали в боевые столкновения с нами. Вот для того, что подходили их командиры, говорили, ребята, если вы официальные вооруженные силы Российской Федерации, мы сейчас перейдем все на вашу сторону. На официальных там никаких не было, ни официальных, ни неофициальных, были ополченцы, да. Вот. Воевать они не хотели, воевать хотели вот эти самые карательные батальоны. Тем не менее, людей в эту войну втягивают, втягивают их насильно. Вот. Не будем сбрасывать того, что очень сильная идеологическая обработка идет на Украине. Очень сильная. То есть, когда с людьми встречаешься, они просто как зомбированные. То есть, реально пропагандистская машина, украинская, ну, не без помощи американцев, конечно, работает. Вот. И очень сильное влияние оказывает на людей. Мы найдем точки соприкосновения, я думаю, что мы найдем наметен план работы, я думаю, что он будет сопротивляться. Спасибо. Мы готовы. Очень рад познакомиться с вашими молодыми активистами. Я думаю, с ними тоже будем очень активны, поэтому я считаю, что у нас должно все получиться. Хотели бы пожелать успеха ваших, скажем так, на вашем пути. Ну, здоровья, то есть, будет и удача присутствовать. Обязательно приедем к вам еще. Да, мы вас приглашаем. Спасибо. Вам, спасибо. У меня очень хорошее впечатление от встречи. Я думаю, что мы наладим сотрудничество с Ивангородской администрацией, потому что люди явно заинтересованы в реальной работе. Вот. И мы заинтересованы в реальной работе. Я думаю, что мы наладим сотрудничество очень плодотворное. И в части работы с молодежью патриотической, потому что есть интерес обоим сторонам. И в части помощи беженцам и, так сказать, ветеранам, ополчениям. Я думаю, что мы будем сотрудничать. Понятно. Спасибо. Скажите, вот результат встречи, как бы вы могли... Ну, это первая встреча администрации с руководством общественного движения. На мой взгляд, очень конструктивно она прошла. Обсудили точки соприкосновения, те, по которым можно будет работать. Достаточно широкий объем гуманитарных миссий, которые можно будет реализовывать нам совместно с администрацией и при помощи администрации, в том числе и информационной поддержке. Ну, это первая встреча и, я думаю, конкретикой она наполнится уже при будущем, дальнейшем санкт-петербургическом. Ну, вот, я так слышал, что вы уже собираете помощь. И вот люди, которые будут смотреть и которые готовы помогать Новороссии и тем беженцам, которые оттуда, как они могут, куда могут приносить эту помощь, кому обращаться? Вот это организовано уже? Да, мы уже собираем помощь. Благодаря администрации мы получили помещение для этих целей. Уже проводили сбор помощи и она продолжается. Здесь, в Ивангороде, по улице Гагарина, дом 37, у нас организован пункт сбора гуманитарной помощи, поэтому мы рады ее принять и ждем, соответственно, тех, кто готов ее оказать. Вот, по вашей информации, что, в чем больше всего нуждаются люди сейчас? Что им приносить? Что собирать? Вот какие вещи еще и что? Ну, в первую очередь, это продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, медикаменты, школьные принадлежности. Сейчас это актуально в начале учебного года. Все это мы готовы принять, соответственно, задокументировать факт получения гуманитарной помощи и отправить на Донбасс. Ну, а медикаменты, какие медикаменты вообще? Речь идет, в первую очередь, о тех лекарственных препаратах, с которыми может быть проблема. Сейчас, в Донбассе, это, по сути, весь спектр лекарственных препаратов, ну, естественно, те, которые не требуют получения рецепта, да, вот, перевязочный материал тоже, конечно, необходим. Редактор субтитров А.Семкин